Здравствуйте, товарищи зрители! На начальных стадиях цирроза и других болезней печени печень болеть не будет, так как в ней нет нервных окончаний, а люди не видят явных симптомов, говорящих о проблемах с печенью. Сейчас я расскажу вам о первых симптомах цирроза. Чтобы вы могли распознать эту проблему на ранних стадиях, а никогда уже трудно что-то исправить. Первое. Тонкая кожа, как пергамент. Причина недостаточно производится коллагена, а первой причиной может быть цирроз печени. Второе. Асцит. Накопление жидкости в животе проявляется большим выпуклым животом, но при этом это не жировая ткань, а жидкость, накопленная в брюшной полости. Но асцит может быть и показателем онкологии третьей-четвертой стадии, имейте в виду. И наличием определенных кишечных паразитов-гельминтов. Я дам ссылку тоже на главную мою лекцию по паразитам. Третий признак. Кожный зуд. Зуд в ступнях. Эти симптомы тоже могут говорить о других проблемах. Например, наличие грибков в организме. Но тем не менее являются ярким признаком и цирроза. Четвертое. Паукообразная ангиома. Это такие красные прожилки сосудов, как правило из единой точки, разветвляющиеся в разные стороны, некие сеточки на коже красного цвета. Пятое. Геникомастия. Увеличение грудной железы. Шестой. Булавовидные ногти. Как правило на руках. Это такие выпуклые вверх, как бы вздутые ногти. Очень яркий характерный признак. Седьмой. Отеки ног. Вы нажимаете пальцем на припухлость, отжимаете палец, но ямка на какое-то время остается. Восьмой признак. Покраснение ладоней. Девятый. Ксантомы. Это такие желтые пятна, продолговатые порой формы, в виде складок или небольших припухлостей, как правило в районе нижних век. Десятый. Желтуха. Когда белки глаз желтые и кожа начинает желтеть. Конечно, это показатель и гепатитов, но и гепатиты различные приводят к циррозам, как крайней степени разрушения печени. Одиннадцатый признак. Спутанность сознания, ухудшение памяти, вялость и усталость. Ну, конечно, здесь могут быть и другие причины. И самые характерные это инсулино-резистентность, метаболический синдром. Двенадцатый признак. Синяки, которые долго остаются и легко возникают. Дорогие товарищи, если есть у вас эти симптомы, проведите обследование печени от анализа в крови до УЗИ. Чем больше у вас перечисленных пунктов, тем больше вероятность, что у вас есть или развивается цирроз печени. Что же делать, чтобы не допустить цирроз печени? Вообще причины цирроза бывают алкогольные, и это все знают, и неалкогольные. Неалкогольные делятся как бы тоже на два пункта. Первая здесь группа причин это химические препараты, химические отравления теми же тяжелыми металлами на производствах, через пищу и так далее. Но вторая группа, и здесь особо надо подчеркнуть самую распространенную неалкогольную причину, вторая группа это диабет второго типа. И, конечно, предшествующее ему преддиабетозное состояние, метаболический синдром и ожирение. Ведь это все первые ступени к диабету второго типа. Внимание, при диабете второго типа всегда есть инсулинорезистентность, то есть невосприимчивость к инсулину, которая возникает вследствие потребления большого количества сахаров, большего, чем организм может без вреда для себя переработать. И что самое главное, постоянное потребление быстрых углеводов, что тренирует в кавычках организм совершенно в негативном ключе. Обязательно надо худеть и убирать свою инсулинорезистентность. Как изменить свое питание и образ жизни? Убрать из рациона питания сахара есть не более 25 грамм не сахара рафината, а всех сахаров, глюкозу, фруктозу, сахарозу, которые содержатся в съедаемых вам за сутки продуктах. Итак, вообще причины инсулинорезистентности первое алкоголь, второе сахар и третье редко встречающиеся вирусные поражения, но в том числе и те же гепатиты. Инсулинорезистентность это всегда воспаление и повышенный холестерин. Да-да, повышен холестерин не от жиров, а от сахаров, когда нарушается по этой причине нормальная работа печени. Диабет второго типа и цирроз вызываются одной первопричиной, инсулинорезистентностью. А вот вам еще причины цирроза печени. А сейчас буквально 30 секунд моей рекламы. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Еще причины цирроза печени. Это вареные крахмалы, о чем я многие годы уже бьюсь. Но только кроме резистентных крахмалов, об этом у меня было отдельное видео. А также цирроз печени вызывает молочный белок казеин. А это в порядке от большего к меньшего сыр, в первую очередь, творог и цельное молоко. Молочные жиры, а конкретно сливочное масло, либо топленое, к этому списку не относятся, так как в них нет молочного белка казеина. Кстати, молочный белок казеин является еще и причиной сахарного диабета первого типа. Этого страшного аутоиммунного заболевания. Но что касается вареных крахмалов, того же картофеля, кстати, посмотрите о нем в мое видео. И помните, что у него, в зависимости от вида приготовления картофеля, гликемический индекс может быть до 96. Это практически чистый сахар. В отличие от той же репы, которая состоит из резистентных крахмалов и не вызывает всплеск сахара в крови, а значит и всплеск инсулина, и не вызывает инсулинорезистентность и развитие метаболического синдрома. Предали мы когда-то наших предков, в том числе и в области питания, заменили гигантское разнообразие на проклятую одну картошку. Я говорю о репе, редьке, брюкве, турнепсе, корневом сельдерее, дайконе. Мало? А то еще говорят, что же есть тогда. Да есть-то вы можете, что хотите, но по крайней мере, я считаю своим долгом проинформировать вас, чтобы вы могли хотя бы не фантазировать, а знать, понимать, как и что происходит. И уже тогда хотя бы жить со знанием дела, а не просто плыть по течению расслабленным. Итак, вареные крахмалы и молочный белок казин – это два вида пищевого клея, убивающего печень. Вопрос только в том, действуют ли на вас только эти факторы, если вы это едите, конечно, или еще и другие факторы. Помните, чем больше вредных факторов действуют на вас, на печень ту же, тем хуже. И если раньше, лет 50 или 100 назад, это могло еще как-то пройти до поры до времени, по крайней мере до старости, иногда глубокой, то в наши дни, когда факторов воздействия негативных гораздо больше, и это не проходит, и болезни молодеют по многим причинам, в том числе по этим. А здесь все взаимосвязано, ведь больная печень, больной кишечник – это болезнь всего организма, это тысячи болезней других уже как следствие. Внимание, под этим видео я оставлю всем желающим важные ссылки на мой раздел на этом YouTube-канале, где есть все мои видео по печени и ссылки на наборы, продукцию для укрепления и восстановления работы и структуры печени. По лечению гепатита, цирроза, проблем с желчным пузырем и другими проблемами. Итак, посмотрите мои лекции по инсулинорезистентности, сахарам, хотя бы вот эти базовые. Первое – инсулинорезистентность. Второе – почему все время хочется есть. Третье – уберите сладкое хотя бы на 10 дней. Четвертое – калории. Пятое – раздельное питание. И шестое – почему не стоит есть после 16.00. Знание – сила, не отмахивайтесь, а посмотрите, думайте, конспектируйте. И если вы учтете все то, что я рассказываю в своих лекциях, то вы добьетесь желаемого результата оздоровления, укрепления иммунитета, подъема жизненных сил. А вот какие лекции по печени я вам рекомендую посмотреть. Печень – желчный пузырь, поджелудочная железа, болезни и лечение. Лекция моя длинная, от 15-го года, наиболее полная и важная. Лекция печень – что ее лечит, а что убивает. Больную печень можно восстановить, если делать это. Лекция – как очистить печень от жира. Пять условий для восстановления печени и самое сильное средство на свете. Лекция гепатит, лечение гепатита АБЦД, лечение болезней печени. Лекция первые признаки болезни печени. Их видно по ногам. Если ваша печень не здорова, то тогда вот что. Лекция бессмертник продлевает жизнь. Восстанавливает печень, почки, желчный пузырь, работу ЖКТ. Лекция о чем говорит большой живот. Как быстро сжечь жир. Срочно очищайте печень от жира. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх. Подписаться, кто еще не подписан на мой канал. Нажать колокольчик. И выбрать получение уведомлений о выходе всех видео. Отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего. До новых встреч.